всем привет меня зовут юля это мой канал о вязании сегодня начинаем мастер-класс по вязанию вот такой идеальной летней сумочки я вязала ее из полипропиленного шнура все детали и нюансы и также информация по расходу есть предыдущем моем видео анонсе к этому мастер-классу а сегодня приступаем уже непосредственно к самой работе так что желаю вам всем приятной работы и превосходного результата начала нам понадобится полиэфирный шнур толщиной 3 миллиметра и крючок я беру 4 миллиметра отмеряем хвостик приблизительно 25 26 сантиметров дальше расскажу зачем и набираем первую воздушную петлю для этого я завожу крючок под нить прокручиваю и провязываю первую петлю сильно не затягиваем дальше нам эта петля понадобится это у нас только первая петля и дальше провязываем 43 петли и 43 петли набраны дальше я разворачиваюсь и начинаю вязать первый ряд для этого я вот первые две петли пропускаю и в третью петлю вот также мне нужно захватить еще перемычку сзади вот таким образом я провязываю первую петлю первые три петли 2 будут петлями подъема дальше провязываю точно также через верхнюю дужку и перемычку задней стеночки косички так получается дальше я провязываю точно также до конца ряда я довязала уже ряд практически до конца у меня остается еще одна петелечка я в этот на этом этапе распускаю вот наш узелок немножко подтягиваю петлю и нам нужно точно также здесь оформить разворот вернее не разворота поворот вот нахожу вот эту дырочку вот где у нас идет сама начинается косичка и в эту петлю мне нужно вывести из нее три петли которые будут служить поворотными петлями 1 2 и 3 теперь мы вот у нас получается немножко такое отверстие мы должны затянуть за хвостик максимально чтобы это отверстие исчезла не бойтесь тянуть этот шнур очень плотный удерживает очень большие нагрузки поэтому вот так и дальше мы прокладываем хвостик вот вдоль нашей работы и провязываем его в середине нашей работы вот я нахожу вот эту дужечку верхнюю и нам через эту дужечку которая осталась от косички нужно провязать до конца ряда хвостик остается по серединке мы его как бы ввязывая саму работу таким образом мы уплотняем саму косичку и минимизируем дырочки которые могут образовываться на этом этапе принципе если даже они и будут образовываться они ну как по мне они совершенно не мешают я в сумке не собираюсь носить там какие-то маленькие тоненькие вещи которые могут выскользнуть через эти дырочки там цепочку никто не будет носить в сумке вот таким образом у нас уже сформирован поворот первый ряд и мы довязываем его до самого конца на этом этапе я бы не рекомендовала сильно ослаблять нитку вообще дно стоит провязать немножко хоть и дольше получается но хорошо затягивается нить чтобы дно было максимально укреплено потому что я не планирую посмотрю как будет конечно же вести себя данный шнур после того как я свяжу донышко но я уплотнять его не собираюсь вот таким образом за вот эти вот перемычки я провязываю снова до конца ряда и дальше покажу как мы оформляем переход на второй ряд я довязала первый ряд до конца вот таким образом у нас получается красивое такое начало дна и дальше хвости как раз вот уже заканчивается я его буду вплетать дальше все остатки если у вас еще он останется слишком длинный его можно будет спокойно обрезать я дохожу до конца практически вот нахожу вот часть моей косички на развороте для этого мне дальше нужно сделать следующую эту петелечку я еще провязываю дальше мне нужно вот из этой петли вот одна петля вот вторая провязать 3 петли из одной точки и это будут наши петли разворота можно уже хвостик опустить вниз вон нам больше не понадобится 1 петля 2 и третье дальше центральную петлю мы провязываем вот между этими двумя петлями по центру мы провязываем одну петелечку в середину косички и дальше нам снова нужно вот из этой петли провязать 3 петли петли из одной точки первое 2 3 вот таким образом у нас уже сформирован разворот во втором ряду дальше мы вяжем следующим образом не вот в эту косичку под косичку а именно в саму косичку нам нужно продевать крючок вот я нахожу вот снизу у меня есть такая вот уже сформированная сформированная петелечка и я в нее провожу крючок дно я буду вязать именно таким способом вот так у нас уже сформирован второй ряд точно так же вижу до конца ряда и покажу как мы сделаем разворот вот в этой точке в принципе будет все аналогично середина второго ряда и мне точно тоже нужно оформить поворот для этого я нахожу вот мои петли поворота и в одну вот петелечку там где у меня здесь есть такие отверстия я снова провязываю 3 петли из одной точки 1 2 и 3 здесь я провязываю вот по центру между петлями одну петлю да здесь меня затянуто так хорошо и постаралась так и дальше снова я вот из этой точки должна провязать 3 петли вот по центру есть . вот центральная и из нее я снова должна провязать 3 столбика 1 2 3 и дальше продолжаю вязать вот по одному столбику в одной петелечке из каждой вот петли предыдущего ряда ну да я так по затягивала ниточку хорошо так сейчас покажу как у нас получается разворот в этом ряду вот таким образом у нас уже сформирован разворот и в этом ряду продолжаю вязать до конца ряда и таким образом завершаю вязание 2 ряда полностью второй ряд завершен я перехожу к третьему и снова оформляю вот место поворота довязала я до вот этих петелечек и мне нужно вот из этой петли по центру прибавок предыдущем ряду и вот из этой петли точно также связать по 3 столбика из одной для этого мне нужно сейчас провязываю вот эту петлю еще раз и вот из этой вот петелечки я провязываю 3 столбика 1 2 и 3 дальше я провязываю между этими прибавками все петли которые здесь есть нет не там вот здесь так и вот в этой вот если смотреть вот прибавки мне из вот этой части нужно снова сделать прибавки здесь я снова провязываю петелечку из середины столбика и вот с этой точке я провязываю снова 3 столбика один нет это что-то я лишнее захватила так 2 и 3 и вот дальше я продолжаю вязать по нашему узору вот так у нас формируются петли поворотов в каждом ряду здесь мы делаем все аналогично 3 круг я завершила дальше перехожу к четвертому кругу для этого снова вот у меня петелечки прибавки эту петлю вот в этом вернее вот в этом месте и в этом я снова делаю прибавки сейчас я провязываю еще одну петлю дальше я вот из этой точки провязываю 3 петелечки 3 столбика дальше я провязываю между прибавками центральные петли и вот по центру где у меня идут вот прибавки я снова должна буду сделать 3 столбика из одной точки и дальше вяжу по рисунку таким образом провязываю все ряды разворота до нужной ширины на для моей сумочки вяжем все аналогично с двух сторон вот таким образом до нужной нам ширины донышко для сумки я уже провязала интересующие меня а ширину и длину моего дна и теперь я перехожу к следующему этапу прежде чем это сделать нужно обязательно одно отпарить либо же поставить под пресс на ночь я ставила под пресс либо же можно также через ткань утюгом прогладить тоже хороший вариант у меня сейчас приблизительно 12 с половиной на 39 даже где-то 40 сантиметров всего я провязала 11 рядов и сейчас вот нахожусь на вот этом этапе я закрыла полностью весь ряд у меня вот здесь справа там где хвостик у меня здесь начало ряда очень удобно чтобы не запутаться то я уже начала следующий вот этап так сделала вот прибавки и и вот на повороте и сейчас мне нужно провязать один ряд следующим образом мне нужно найти косичку вот косичка моя и продеть нее крючок затем мне нужно подхватить вот эту тушечку чтобы закрепить саму косичку вот таким образом получается вот если смотреть с изнанки то вы должны поддеть вот эти вот точно также дужечки вместе с косичкой и провязать это все вместе вот таким образом снова поддевая наискосок получается вы вам удобнее боя всего это вязать потому что и понятней и вот мы как раз по центру прокалываем саму косичку и начинаем уже формировать сами стеночки сумки я уже подошла к первому повороту и на этом этапе его уже можно провязывать без каких-либо прибавок просто провязываем таким же образом по центру косички наискосок вот таким образом у нас получается оформление поворота и так вяжем до конца ряда вот этой точке там где у нас начинается хвостик вот таким образом я закончила первый ряд провязала до конца по кругу это так называемый переход между дном сумки и уже стеночками дальше я меняю крючок на пол размера больше теперь у меня будет крючок четыре с половиной и я начинаю дальше вязать уже стеночки стеночки я буду вязать следующим образом рисунок будет немножко отличаться и я буду его вязать между косичками вот сейчас вам поближе покажу вот вот в эти дырочки между столбиками между косичками таким образом рисунок будет немного облегчен и для летней сумки мне он больше всего понравился вот так получается косички вот видите там образуются просветы дырочки таким образом я буду вязать до конца всего ряда и также уже до нужной мне высоты самих стеночек сумки ничего не меняя без каких-либо прибавок либо же убавлений я вяжу все по кругу стеночки будут формироваться вверх сами по себе это вяжу все по кругу и с с с с другому не совсем видно все хорошо так значит по высоте я сейчас провязала уже 27 сантиметров теперь я перехожу к следующему этапу следующий этап прежде чем его начать нужно рассчитать правильно количество петель но не по количеству а вот именно нужно на глаз прежде всего как я покажу как я это делаю если вы будете ориентироваться вот по этим петлям что это вот серединка у вас ничего не получится потому что по технике вязания вот ряды вы видите немножко скашиваются вправо поэтому так посчитать ряды определить серединке невозможно я делаю следующим образом я складываю сумку сначала вот таким образом аккуратненько вы можете это все разложить я уже это все сделала даем покажу сейчас только схематически вот разложили нашли вот эти серединки затем вы их складываете находите вот эти серединки вот по центру и они у вас вы можете вот так посмотреть должны зрительно совпадать с центром вот этой стороны дна точно так же и вот здесь дальше когда вы нашли 4 серединки вам нужно будет еще посмотреть чтобы это гармонично выглядело я сложила вот так сумку как она будет в основном носиться вот это ее такой первоначальный вид и затем я определила вот то количество петель вот здесь на котором я буду делать подъем вот здесь у меня будет промежуток здесь пойдет ручка а вот с этого с этой части я буду вывязывать еще несколько рядов вверх вы смотрите так чтобы у вас это было пропорционально выглядело поэтому я не могу сказать по количеству петель сколько вам нужно будет но у меня дальше я уже начала считать после вот этой возле этой центральной точки я считала у меня здесь 12 на 13 поставила маркер точно так же и здесь дальше у меня вот до следующей точки 26 петель и чик здесь 26 здесь снова 13 12 вернее на 13 маркер и здесь снова 12 то есть вот уже когда вы разделили распределили поставили маркеры вам нужно будет обязательно просчитать чтобы в этой части у вас не было никаких перекосов и ничего лишнего дальше мы начинаем вязать следующим образом вот у меня центр это начало ряда вот здесь у меня было этот центр с одной стороны здесь у меня 12 петель и щек здесь висел маркер я этот маркер снимаю дальше я делаю одну петлю подъема здесь нужно хорошенечко затянуть да и вот кстати мы вы здесь с вами сделаем следующим образом вот эта петля которая вот перед разворотом мы ее про вяжем для укрепления чтобы ручки не вытягивали вот эту вот часть вот как обычно я провязываю и дальше я должна подтянуть если у меня получится этим крючком я сделаю этим крючком если же нет я возьму чуть потоньше вот получилось вот я подтягиваю вот эту вот одну из дужечек чтобы у нас не пошел перекосы слишком вытягивать не вытягивалась само полотно вот таким образом это получается дальше хорошо затягиваем здесь нам не нужны вытянутые петли одну петлю подъема вот дальше разворачиваем нашу сумку ниточку от себя оставляем после переворачивания изделий и дальше вот начинаем вязать точно таким же узором как мы вязали и до этого да здесь кстати вот после того как вы перевернули изделия у меня обычно на другой пряжи нет такого здесь лучше перевернуть и вот так крючок чтобы не было здесь такого узла и дальше начали продолжаем вязать таким же образом как мы вязали основное полотно до нашего следующего маркера точно такого же и довязала до следующего маркера я его снизу поднимаю он не здесь уже не нужен и дальше провязываю точно так же вот поднимая только и от себя это видно дужечку поднимаю ту ту жечку и вот таким образом нет это много захотела нам нужно поднять одну лишь ту жечку вот так и дальше провязываем укрепленную петлю дальше мы снова делаем одну петлю на возвышение разворачиваем изделие в этот раз уже ниточка должна быть от нас вот она и дальше снова да лучше перевернуть крючок вот таким образом и дальше мы продолжаем вязать точно так же еще несколько рядов вот таким образом я вам продолжаю вязать то нужно мне длины это вот так у меня сейчас это все выглядит вот если смотрите изнутри и и вы смотрите по размерам вашей сумочки потому что чтобы вот это расстояние выглядело гармонично я довязала уже необходимую мне высоту вот этой планочки решила показать вам еще вот в таком виде рукой не совсем удобно в камеру уже сложно это все помещается так и теперь я буду переходить уже к ручкам 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 ручки для меня это самый один из самых важных этапов вообще вязание и деталей во всей сумке помимо того что это модель ручек мне больше всего понравилось к данной сумке вижу я следующим образом так выбираю вас здесь буду размещать свою ручку вот в этих более широких пространствах завожу крючок вот одной из вот это перегородку и вытаскиваю шнур кстати я также еще решила перейти на крючок номер четыре чуть меньше и дальше нужно чуть-чуть хвостик поменьше сделать он мне нужен такой громадный и дальше начинаю но и конечно же можно было бы отдельно связать ручки потом их вшить либо же пришить но мне так больше нравится теперь я обе нитки провожу через крючок вот именно этот этап он достаточно кропотливый нет оставлю я одну один одну нить оставляю провожу это у меня уже как петля подъема дальше я хвостик точно также буду связывать в само полотно чтобы она мне не мешала он и вывожу следующие петли вот это у меня уже будет 2 и 3 так вот такой ширины я думаю будет у меня ручка я наверное сделаем 44 вот как раз отлично это хвостик нужно спрятать вот таким образом 4 петли провязано это основа для нашей ручки хвостик можно будет спрятать обоих обратную сторону перекинуть дальше одна петля подъема переворачиваю сумку сейчас все сразу его спрячу чтобы он нас не отвлекал дальше я его там буду маскировать и дальше вот таким образом я начинаю вязать уши саму ручку 2 3 и 4 ширина ручки будет 4 петелечки снова 1 петля подъема дальше я снова переворачиваю сумку и так по кругу вижу необходимую мне высоту ручки вот такой узор получается на ручке и за счет того что я не перебрасываю нить а вот как она у меня лежит так я и вижу и она вот сейчас я вам покажу вот после подъема петли я переворачиваю изделие и вы здесь получается как узелок такой если таким образом вязать мне так больше понравилось для ручки она получается более ажурной петля подъема снова я обратно переворачиваю вот такое она получается ажурной если же вам хочется чтобы вот были края более вот такие ровные как мы делали с вами вот на вот этих детальках которые подъем идут то тогда вам нужно переворачивать нитку чтобы она не обвивала петлю все таким образом продолжаю вязать дальше таким образом я провязываю нужную длину ручки для моей сумки вывязываю ее вот симметрично в этом отрезке и точно также вяжу ручки с противоположной стороны всем на этом буду заканчивать свой мастер-класс думаю все остальное уже понятно все и желаю всем приятного вязания и отличного результата